В Твери возбуждено уголовное дело по факту смерти двух хаски, найденных в багажнике машины в 2018 году. Адвокатам зоозащитников удалось сдвинуть дело с мёртвой точки. Об этом сообщает инициативная группа по защите животных. Мария Шалованова пообщалась с представителями этой организации. 13 июля 2018 года по просьбам горожан, которые жаловались на ужасный запах из легковушки, была вскрыта неприметная машина, стоящая у развлекательного центра Тверилэнд. Но то, что увидели очевидцы, повергло в шок всех свидетелей и обычных граждан и опытных сотрудников полиции. В тесной переноске, прижавшись друг к другу, лежали трупы собак, годовалого Тора и четырёхлетнего Ярика. Судя по записям с камер видеонаблюдения, машину сюда пригнали после выставки в Рыбинске, в которой участвовали погибшие хаски. Сразу после возвращения в Твери животных запихнули в багажник и оставили умирать. Хендлеры, которые должны были полностью обеспечивать щенков, хладнокровно избавились от них. Что послужило толчком к их действиям, остаётся загадкой. Но полиция, пытавшаяся её разгадать в 2018 году, не увидела в гибели собак состава уголовного преступления. Начиналось всё действительно с очень широкого общественного резонанса. И казалось, что в любом случае, в двупиющий случай, должно быть возбуждено уголовное дело. Но, к сожалению, нет всё. Довольно-таки длительный период времени оставалось исключительно в доследственной проверке. При этом неоднократно выносились постановления об отказе в забуждении уголовного дела. И фактически движений по этому материалу никаких не происходило. Два года юристы добивались признания волокиты со стороны правоохранительных органов и уголовного преследования. В итоге суд встал на сторону общественников и признал отсутствие должного проведения проверки. В итоге возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. По данному факту, следственным отделом Управления МВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело. По пункту Д, части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Жестокое обращение с животными. Проводятся следственные и процессуальные действия на установление всех обстоятельств произошедшего. При этом дело возбуждено в отношении неустановленного лица. То есть предполагаемого виновника пока нет. А мы еще раз напомним, что собаки были переданы в ведение хендлера Дарьи Козловой, которая на время становилась практически хозяйкой хаски. Именно на нее ложилась ответственность за кормление собак, нахождение их в оптимальной форме и в конце концов жизни. А сейчас, спустя два года, девушке ничего не угрожает и даже больше. Она не прекращает работать с собаками. Она живет абсолютно обычной жизнью. Более того, она продолжает заниматься собаками. Даже скидывали, что она уезжала в Сербию. Ошел какую-то деятельность в луберотвейлеров Спарта, если я не ошибаюсь. Наверное, в ее жизни это особо как бы ничего не поменялось. Что она исключительно не считает себя виноватой в этой ситуации, как в принципе и ее супруг. Как будет развиваться эта история дальше, пока неизвестно. Мы постараемся информировать вас обо всех изменениях в этом деле.